Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, то настоятельно советую вам это сделать. Для вас это всего лишь нажать одну кнопку, а для меня безумно приятно. И сегодня, как вы уже поняли, будет распаковка с моего любимого сайта, который называется Shein. Все вещи я купила за свои деньги, кровно заработанные, так что если вы думаете, что это обзорчик или реклама, то вы сильно ошибаетесь. Но несмотря на это, ссылки я все обязательно вам оставлю, если вам что-то понравится, вы тоже можете себе заказать. Вещи в основном зимние, но и не только, потому что я живу в Азербайджане, в Баку. Да, кстати, я живу не в России, потому что многие меня спрашивают, потом в Инстаграм пишут, как же я заказываю, если в Россию заказать невозможно. Все очень просто, я просто живу не в России. Также еще хочу начать с того момента, что маме почему-то этот заказ совершенно не понравился. Но я с ней абсолютно не согласна, а вы свое мнение в конце видео обязательно напишите в комментариях. Итак, первое, что я заказала, и это я показывала, кстати, вам в своем Инстаграме, это вот такой вот кардиган. Правда, у меня уже есть несколько кардиганов, вот этот вариант, кстати, тоже я заказывала именно шейная. Ссылочку на него я тоже обязательно оставлю, если вам нравится такая зебра. Я уже один раз стирала в прекрасном состоянии, безумно нравится, тут топик такой, то есть это двоечка. Это просто кардиган, достаточно крупные вязки. Сразу скажу, что мне кажется, эта вещь не практичная, подобные вязки у меня уже кардиганы были, и после первой стирки они отправились просто в мусорку. Возможно, здесь дела обстоят немножко по-другому, но, если честно, стирать его я немножко побаиваюсь. Здесь вязаны ананасики, как раз-таки из-за этих ананасиков я сделала этот заказ. Он достаточно укороченный, хотя, если честно, по фотографии я думала, что он будет стандартных размеров. Очень приятный на ощупь я взяла в размере S. Молочного цвета, здесь большие пуговицы, кстати, что мне нравится у Шейн, у всех изделий они кладут дополнительные пуговицы, это не может не радовать. Хотя, если честно, я их просто теряю или выбрасываю, но все равно кому нужно, кто умеет хранить вещи и не теряет, то это, я думаю, существенный плюс. Смотрится все очень нежно. Единственный момент, который смутил меня и маму, я немножко, кстати, не заметила, здесь плечи какие-то с объемом, и они специально так сделаны, но я почему-то на фотографии совершенно этого не заметила, заказала. Многие в моем инстаграме, когда мама захейтила этот кардиган, написали, что наоборот, сейчас так очень модно, очень классно, многие заценили. И после, кстати, ваших сообщений я поменяла свое мнение об этом кардигане и поняла, что все-таки стоит его носить, он очень даже мне нравится. Так что обязательно пишите приятности в инстаграм, я все читаю и стараюсь по возможности вам отвечать. Вещь, которую я заказала просто, чтобы добить до бесплатной доставки, нет. У меня просто были купоны, если закажешь на 150 долларов, то получишь скидку 15% или 10%, в общем, что-то такое было, и поэтому я просто на бум решила взять это платье. Но сейчас я абсолютно не жалею, девочки, это платье невероятно круто подчеркивает вашу талию, подчеркивает вашу фигуру. Посмотрите, какой красивый цвет. На самом деле на этом видео немножко темно получилось в жизни это платье конкретно вот такого вот цвета. Просто когда я беру разный ракурс, снимаю на разные устройства, цвет тоже получается разный. На самом деле это очень яркий, насыщенный синий цвет. Здесь нет подкладки, но несмотря на это ткань достаточно плотная и ничего не просвечивается. Круто подчеркивает фигуру. Это платье, естественно, не на повседневку. У меня просто в гардеробе очень много разных платьев на каждый день. И мне как раз таки хотелось какой-то вариант, который я, например, надену на день рождения, или на свадьбу, на какое-то мероприятие. На фотографии все выглядело гораздо хуже, чем в жизни. В жизни мне это платье понравилось гораздо больше. Особенно вот эти вот розочки на руках. Смотрятся невероятно нежно, утонченно, красиво. И самое главное, вот в этой области руку совершенно не сжимает. И в то же самое время рукав не сползает. Платье было в розовом цвете и в таком синим, так как у меня в гардеробе очень много всего розового. И по комнате вы понимаете, что я этот цвет очень люблю. И уже многие просто угорают надо мной с этого. Одна девочка, кстати, вчера мне в инстаграм отправила магазин, где продается розовая елка. Мы с мамой так долго смеялись над этим. Я ответила девочке, естественно. Но почему-то там мои зрители думают, что я больная прям на розовом. Да, я люблю этот цвет, но не хочу сделать весь гардероб в одном цвете, поэтому взяла вот такой цвет. Ну а если вы хотите, я вам ссылочку обязательно оставлю. Там есть точно-точно такое же платье в розовом цвете. Вы знаете, иногда бывает, покупаешь платье, вроде у тебя классная фигура, надеваешь, но выглядит как-то не очень. А в этом случае, даже если у вас не идеальная фигура, это платье подчеркнет вашу фигуру прям вот так. Оно не сильно откровенное, но в то же время смотрится очень даже выигрышно. Это вещь, которую мама не заценила. Честно, я сама тоже не знаю, с каким умом я это купила. Это немножко не мой стиль. Просто у меня в гардеробе очень много однотипных вещей, и я решила заказать что-то другое. Пишите обязательно свое мнение в комментариях именно по поводу вот этого наряда. Что вы думаете? Это двоечка. Здесь достаточно плотная юбка длины максим. На зиму самое то. Вот просто я не знаю, с какой обувью это сочетать. Наверное, с кроссовками, и с кожанкой, оверсайз, может быть, что-то такое. В общем, юбка мне очень нравится. Верх тоже очень даже красивый. Достаточно плотный материал. Не разочаровал. Кстати, на этот костюмчик была еще и скидка, что, естественно, было очень приятно. Я просто хотела какой-то закрытый лук. Я остановилась на этом варианте, но мама считает, что подобная длина мне совершенно не идет. Супер длинные закрытые наряды. Они для более форменных девушек, как говорит мама. А так как я худая, мне лучше что-то покороче. Обликающая и подчеркивающая фигуру. С одной стороны, я с мамой согласна, но этот прикид обязательно носить буду. Хотя уже скоро январь. А после января, кстати, в феврале у нас уже потихоньку начинается потепление. Успею ли я это все поносить или нет? Большой вопрос. Честно, в моем гардеробе есть вещи, которые я, например, пару раз поносила и кому-то отдала. Я не вижу здесь ничего плохого. То есть, если эти вещи приносят мне радость, счастье, если мне нравится покупать, почему нет? Тем более, я снимаю для вас обзорчики. У меня есть такое небольшое алиби. Единственный момент, который мне не очень нравится, это вот горлышко у кофты. Я не люблю вообще ничего с горлышком. Мне как-то некомфортно. Почему-то всегда у меня горло начинает чесаться. Если у вас тоже есть такая проблема, пишите в комментариях. Никогда ничего с горлышком я не покупаю. В крайнем случае, если я надеваю пальто, я могу еще сверху завязать шарфик. И все на этом. А здесь хоть небольшой, но вот такой вот горлышко все-таки имеется. Хотя на фотографиях это было видно, я почему-то даже не обратила внимания. Но мне, если честно, костюмчик нравится. Подобного формата у меня ничего нету, поэтому с удовольствием буду носить. Двигаемся дальше. А дальше у нас два чехла. Один для меня, другой для моей племяшки. Недавно мои племяшки купили новый телефон. И я решила заказать ей также чехольчик. Тем более, у нас будут одинаковые. Сложно было найти на шее именно одинаковые чехолы для айфона и для самсунга. Одной и той же модели. В то же самое время мне хотелось, чтобы это был какой-то новогодний рисунок. Что-то такое интересное. Здесь такой олень, который стоит попой. Здесь его личико. В общем, очень мило. И вообще там много всего интересного. Обязательно заказывайте. У меня просто очень много чехлов. И в ближайшее время я планирую поменять все-таки свой телефон. Поэтому много заказывать не стала. Всего заказала два одинаковых. Будем такие, как LP. Ходить с одинаковыми чехлами. Был такой красный. По-моему, фиолетовый. Но мне кажется, более выигрышно смотрелся именно черный. Поэтому взяла именно черные. А мы с вами двигаемся дальше. Свитер. Этот свитер тоже мне очень понравился. Он достаточно плотный. Цвета такого хаки. Хотя, когда я говорю цвет хаки, почему-то все пишут, что это не этот цвет. Хотя, на мой взгляд, как раз таки это и есть цвет хаки. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь уже плотная вязка. И поэтому я думаю, что этот свитер будет более долговечный, нежели, например, вот этот кардиган, где очень легкая такая вязка. Особенно, знаете, я, например, расчесываю волосы обычной массажкой. Вот так вот прохожусь по свитеру тоже. И везде затяжки. На всем свитере появляются затяжки. Здесь, мне кажется, таких моментов не будет. Цвет мне очень нравится. Сочетать можно с разными вещами. Очень приятный на ощупь. Размер я всегда беру S. Кстати, здесь сомневалась. Может, стоит взять XS. Но оказалось, нет. Прям как раз. Самый раз. Очень хорошо сидит. Там, где надо. Свитер, он плотный на зиму. У меня вообще в гардеробе очень мало одежды именно такого цвета. Поэтому, хотя нет, я куртку недавно купила похожего цвета. И у меня есть еще костюмчик. Но свитера точно не было. Поэтому я решила исправить эту ситуацию. И свитер тоже себе заказать. Я думаю, что он на все времена. И даже если в этом году я не успею его поносить, то в следующем году обязательно свою функцию он исполнит. Дальше мое разочарование. Разочарование именно в плане размера. Вот такой вот свитер себе заказала. Он плотный. Кстати, не дешевый. Но здесь просто огромные рукава. Вроде написано размер S. Но я думаю, это на M. Или, возможно, даже на L. Рукава просто огромные. Хотя мама говорит, они так и должны смотреться. Но мне это безумно не нравится. Не знаю, буду ли я его носить или нет. Возможно, кому-то подарю. Цвет очень красивый. Достаточно плотный. Здесь даже немножко, знаете, так ангорка. Хорошая вязка. Все замечательно. Единственный момент. Эти рукава, которые меня раздражают. Причем, вы знаете, я долго сомневалась. Потому что реально отзывов не было. На фотографии я тоже заметила, что у модели слишком большие рукава. Я это заметила. Но все равно решила заказать. Подумала, наверное, так сфоткали. А оказалось, нет. Вообще, я вам советую заказывать вещи обязательно по отзывам. Читайте отзывы, смотрите. И тогда уже делайте вывод, стоит заказывать или нет. У данной вещицы, к сожалению, отзывов, по-моему, не было. Или было пару штук без фотографий. Поэтому я как бы взяла вслепую. Зачем я это сделала, не знаю. Просто нужно было добить, чтобы использовать промокод. Поэтому взяла. Но, если честно, это такое, знаете, небольшое разочарование. Наверное, худшая вещь из этого заказа. Вещь, из-за которой я вообще делала этот заказ. Мне настолько понравилась эта двоечка. Я просто с удовольствием ношу вот эту двоечку. И мне очень нравится, как это смотрится. Это удобно. Раз взяла вот так, закрыла. Открыла, внутри такой топик. Мне нравится. С джинсами очень круто смотрится. Особенно сейчас, когда на улице холодно. Поэтому я хотела что-то наподобие этого. И когда я увидела эту расцветку, я поняла, что хочу. Хочу, не могу. Посмотрите, как красиво. Очень красиво. Здесь такой небольшой топик. Он, мне кажется, покороче, чем вот этот. Хотя я могу и ошибаться, на самом деле. Двоечка такая, знаете, пушистенькая. Так как этот я стирала, и он прекрасно прошел стирку, я решила что-то наподобие заказать еще. И вот такой вот кардиган. Очень красивый, нежный. Просто единственное, мне кажется, эти пуговицы не очень сочетаются с этим кардиганом. На самом деле, это абсолютная мелочь. Ничего страшного. Но все же хочу отметить и показать их вам поближе. Этот кардиган как раз-таки я планировала надеть в новогоднюю ночь. Но мы так и не решили, куда мы пойдем. Вообще, в новогоднюю ночь огромные пробки просто. Приехать потом обратно из этого заведения большая проблема. Все едут в город, давки и так далее. Поэтому даже не знаю, что делать с Новым Годом, как его отмечать, что мы будем делать с мамочкой. Может быть, просто в домашнем кругу посидим. Прошлый год я встречала просто рисую бумажные сюрпризы. И вот правильно говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведешь. И вот весь год я просто рисовала бумажные сюрпризы. Так и прошел мой весь год. Следующая вещь. Очередная необдуманная покупка. Но да ладно. Это вот такой топик. Уже на весну взяла. Вы знаете, эта вещь мне очень напоминает 2005-2007, когда я была мелкая и смотрела на старшеклассников. И они вот в таком стиле одевались. Были в набедренных каких-то джинсах и вот в таких топиках с открытыми животиками. Когда садились, были видны трусы. Я всегда смотрела на них и думала, блин, вот я вырасту, я тоже буду так одеваться. Но я выросла и как бы мода на это все прошла. Уже появились джинсы на высокой посадке. Но мне захотелось. Мечта детства исполнена спустя, не знаю, там 15 лет. Качество супер. Просто вопрос, куда я это буду носить. Вот это я не знаю. Внутри здесь вот такой вот небольшой черный топик. Он очень хорошего качества. Учитывая цену вообще этой двоечки, супер. Идеально, классно. Я реально не знаю, куда засунуть эти вещи. И мне опять хочется заказать. Вот я сижу, листаю, думаю, блин, ну такое платье у меня есть. А потом я думаю, нет, такого цвета у меня нет. У меня есть это платье? Потом я думаю, у меня вообще много чего есть. Да, у меня много чего есть, но у меня нету этого платья в таком цвете. И тут Айка. Окей, уговорили. Делаю заказ. Вещь, над которой я очень долго сомневалась, но она меня ничуть не разочаровала. Плюс очень-очень дешевая юбка. Сколько она стоила? Идеальная юбочка. Я думала взять XS или S. В конце взяла S. И вы знаете, я правильно сделала. Наверное, в XS я бы просто не влезла. Планирую с длинными ботфортами носить, с колготками. И можно даже, знаете, с вот этим вот свитером. Вот я думаю, классно будет все сочетаться. Давно хотела себе зимнюю какую-то юбку. У меня, правда, есть варианты. Они мне как-то поднадоели. Их я покупала 2 года назад. А сейчас как-то мнения, взгляды поменялись. Поэтому хотелось чего-то нового. Исполнение юбки просто идеальное. Нигде не торчат нитки. Материал классный. Длина оптимальная. Я думаю, длиннее ее и не надо было. Еще плюс эти шнурки позволяют регулировать вам юбку на талии. Например, у меня тонкая талия. И всегда в области талии юбка болтается. Здесь такой проблемы нет. Потому что вы просто можете завязать по ту же шнурки. И последнее, что я вам покажу. Видео опять получилось очень длинное. Но я заметила, что вам нравится, когда я снимаю длинные видео. Поэтому ничего. Постараюсь оставить по максимуму. Не вырезать все подряд. А то обычно, например, я начинаю монтировать видео. Видео длится час. И в конце остается 8 минут. Я все вырезаю. И однажды я как бы ничего не вырезала. Все оставила. И влог получился на 26 минут. И все в комментариях писали, вау, классно, снимай всегда так. Эта вещь, кстати, маме очень понравилась. Это уже на лето. Почему я решила взять что-то летнее? Не знаю. Просто, вы знаете, у меня в гардеробе очень много платьев. Разной длины. Но я живу в Баку. И дело в том, что у нас вечный ветер. Особенно между нашими зданиями, когда проходишь около метро. Там вообще ужасный ветер. И платья просто поднимаются. И надо вот так вот идти, вот так. Чтобы идти на расслабоне, на чили. И я решила взять вот такие летние брючки. В комплекте с двоечкой. С вот таким вот топом. Мне кажется, для беременных девушек тоже подойдет идеально. Потому что здесь у нас резиночка. Девочки-беременяшки, которые меня смотрят, учтите. Здесь резиночка. А здесь она получается очень такая свободного кроя. Так что я думаю, для беременяшек вообще классно будет. Летом так надел и побежала. Рисунок мне очень нравится. Подобного рисунка у меня ничего нет. Вообще, летние вещи мне очень нравится заказывать Шейна. И я хочу, я постараюсь взять небольшой перерыв. Наверное, 2-3 месяца ничего не заказывать. Пока что носить то, что у меня есть. Потому что реально я сижу дома. Особо никуда не выхожу. Я не знаю, куда выгуливать вещи. Есть вещи, которые я вообще ни разу не носила. Купила у меня, не знаю, год-полтора. Висит просто в шкафу. И многие люди мне, если честно, об этом пишут, говорят. Но мне больше нравятся люди, которые меня поддерживают. И говорят, заказывай, если тебе нравится, ладно. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это длинное видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.